Сегодня в 10 часов 24 минуты московского времени при выполнении боевого вылета на территории Сирийской Арабской Республики истребителем турецких ВВС Ф-16 был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М российских воздушно-космических сил. Предположительно, поражение было нанесено ракетой ближнего радиуса действия с тепловой головкой самонаведения. Никаких попыток со стороны турецкого самолета связаться или установить визуальный контакт с нашим экипажем средствами объективного контроля не зафиксировано. Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии. Место падения самолета находится на сирийской территории в 4 километрах от границы. Экипаж самолета катапультировался. По предварительным данным, один пилот погиб в воздухе от огня с земли. По точным данным объективного контроля, наш самолет границу с Турцией не пересекал. Это же подтверждается данными сирийской противовоздушной обороны. Более того, по данным радиолокационной разведки, аэродрома Хмимим, отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Этот факт расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике, заключенного Соединенными Штатами Америки и распространяющегося на все страны коалиции, включая Турцию. Видимо, поэтому Турция начала экстренные консультации с НАТО вместо того, чтобы вступить в срочный порядок в контакт с Министерством обороны Российской Федерации. Турецкому военному атташе в Российской Федерации заявлен решительный протест действиями ВВС Турции, приведшим к потере нашего самолета. Следует отметить, что мы с самого начала проведения операции установили прямую телефонную линию между Национальным Центром Управления обороны Российской Федерации и Министерством обороны Турции. Но практической пользы по вине турецкой стороны она не принесла. В целях эвакуации российских летчиков с места приземления была проведена поисково-спасательная операция с привлечением двух вертолетов Ми-8. В ходе операции один из вертолетов в результате огня стрелкового оружия получил повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один морской пехотинец-контрактник погиб. Проведенными действиями личный состав, поискоспасательной группы и экипаж вертолета были эвакуированы и в настоящее время находятся на авиационной базе ХМИ-МИМ. С территории подконтрольный банформирования минометным огнем вертолет был уничтожен. Операция по поиску и спасанию экипажа подбитого российского бомбардировщика продолжается. Хочу подчеркнуть, что в районе действия российской авиации проводится операция сирийских правительственных войск по уничтожению банформирования, в которых, по нашим данным, сосредоточено более тысячи боевиков выходцев Северного Кавказа. Обращаю внимание, что никто из наших партнеров и стран, ведущих боевые действия против ИГИЛ, никогда не говорили о том, что в этом районе находятся подразделения так называемой умеренной оппозиции и что они не рекомендуют наносить удары по этому району. Напротив, эти районы известны как территории, контролируемые наиболее радикальными банформированиями. Генеральным штабом в настоящее время прорабатываются дополнительные меры по обеспечению безопасности российской авиационной базы. Первое. Все действия ударной авиации будут осуществляться только под прикрытием самолетов-истребителей. Второе. Будут приняты меры по усилению противовоздушной обороны. С этой целью крейсер «Москва», оснащенный системой противовоздушной обороны «Форд», аналогичной С-300, займет район в прибрежной части Аллатаки. Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться. Третье. Контакты с Турцией по военной линии будут прекращены.